День Республики 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 И врачи были хорошие у нас, доктора. Это много человек. И поэтому человек, который понимает, к чему он идет, к чему он стремится, он выбрал для себя цель, он приобретает навыки не только именно такого вида спорта, как бокс, но и он познает жизнь во всех его гранях через призму своего вида спорта, любимого, которому он посвящает свою жизнь. К другим темам. Сотрудники дежурной части МВД отмечают профессиональный праздник. Дежурная часть – это настоящее сердце любого отдела полиции. Здесь концентрируются все сообщения от граждан. От того, насколько оперативно и профессионально дежурная смена примет решение по поступившему сообщению, часто зависит жизнь и здоровье людей. Незамедлительное реагирование на заявления и обращение граждан, управление нарядами, владение оперативной обстановкой – вот лишь часть обязанностей тех, кто работает в дежурной части. Именно поэтому на службу принимают опытных и профессионально подготовленных полицейских. В дежурной части управления города мы принимаем сообщения и заявления от граждан, которые поступают в дежурные сутки. В случае поступления какой-либо информации о совершенных преступлениях мы незамедлительно регистрируем и направляем в следственную оперативную группу. Студенты опорного вуза Республики встретились с представителями ветеринарного сообщества «Диалоги о профессии» с доктором Середой. В рамках этого проекта запланирован комплекс просветительских мероприятий, направленных на повышение престижа профессии ветеринарного врача. Такие встречи позволяют познакомить студентов с профессией, привлечь внимание к проблемам отрасли, а также помочь студентам ориентироваться в различных направлениях. Создатель и идейный вдохновитель программы заслуженный ветеринарный врач России, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа. Для практикующего врача провели экскурсию по Колумбусуниверситету. Ученый высоко оценил ветклинику, функционирующую на базе учреждения. Вы идете совершенно по правильному пути. Вы обучаете студентов в двух направлениях для сельского хозяйства и для ПЭЦ, для мелких животных. В мире ветеринарии устроено так, что 70 и 80% людей, которые заканчивают сельскохозяйственные вузы или во всем мире, идут работать с мелкими домашними животными. А остальные идут работать сельскохозяйственными животными на государство и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, надо развивать два направления, и то, и это, потому что для государства важны эти два направления. Ведь для кого не секрет, что мелкие домашние животные – это не просто животные, это люди, которые формируют психику наших людей, сглаживают стрессы и так далее. Существует целое направление, например, терапии с лошадьми, с собаками и так далее, для людей, у которых есть какие-то определенные отклонения в психике, в здоровье. И поэтому, мне кажется, за тот небольшой срок, который вы существуете, много сделали. Юные таланты состязаются в конкурсе «Молодые дарования калмыки» на базе колледжа искусств имени Петра Ченкушова в рамках реализации национального проекта «Культура» дан старт ежегодным прослушиванием. Исполнительское мастерство демонстрирует учащиеся детских музыкальных учреждений, школ искусств, а также студенты СПО. Жюри оценивают участников по нескольким номинациям – оркестровые, духовые и ударные инструменты, национальные инструменты, изобразительность декоративно-прикладного искусства и хореография. По словам организаторов, цель данного проекта – не только сохранение и преумножение профессионального мастерства, но и выявление одаренных, талантливых и перспективных детей для дальнейшего ориентирования в конкретном направлении. Наши дети принимают участие, такое количество детей, и мы надеемся, что самое-самое для нас главное, важное, мы, конечно, отмечаем детей, с кем бы еще пришлось бы поработать. Все члены жюри, у них своя задача, у членов жюри, чтобы отметить, приметить будущих своих студентов. Конечно, если бы вот это количество школьников, музыкальных школ, общеобразовательных школ пришли к нам в качестве студентов, я думаю, что культура Калмыкии расцвела бы настолько всеми и булгунами Манжураковыми, и Валентинами Горяевыми, и Арсланами Шавгурами, и Саурами Катаевыми. И вот было бы у нас вот так, и, конечно, Валерия Арниева, да, хореографы у нас будут. И вот мы надеемся, надеемся, что с помощью вас это приобретет резонанс, родители обязательно задумаются над тем, талант предпочесть или как бы быт своему ребенку. Я думаю, что если присутствует талант у человека, его надо развивать, иначе зачем оно свыше нам дано. Восьмиклассники Элистинского лицея посетили резбольницу имени Жимчуева. Школьники обучаются по химико-биологическому профилю, а потому в числе первых решили принять участие в новом проекте резбольницы по профориентации. Ребятам провели экскурсию по травцентру первого уровня, приемному отделению кардиологии и неврологии. По словам учителей, большинство учеников планирует поступать в медицинский вуз, и такой формат знакомства с отраслью помогает осознанно выбрать направление дальнейшего обучения. Главарь через больницы, в свою очередь, выразил уверенность, что благодаря поручению президента Владимира Путина в рамках нового нацпроекта «Кадры» во всех сферах появятся хорошие специалисты, и со временем кадровый вопрос будет решен. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке, в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома на сайте kalmtv.ru, а также официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.